Всем привет! Сегодня рассказ пойдет о Chrysler Pedicruiser. Необычный автомобиль в ретро стиле, производился в кузове хэтчбек и не только. С 2005 года можно было купить даже кабриолет. Сам GPT начал производиться с 2000 года и на протяжении 10 лет радовал своих покупателей в автосалонах всего мира. Почему он такой, а не как все автомобили? На дизайном автомобиле работал Брайан Несбит, который начал работу над новой машиной марки Plymouth, которая на тот момент исчезала, чего нельзя было сказать о Chrysler. Взяв за образец, вышедший в 1997 году Plymouth Proler в кузове Hot Rod и Chrysler CCV того же года начал свою работу, прилепив морду от Proler и заднюю часть от CCV со значительными изменениями в дизайне, в результате чего получился Pity Cruiser. И ведь Брайан попал в точку. Интересный, необычный и не похожий на другие автомобили дизайн неплохо зашел. Лет так на 10. Если вам нравится автомобильная тематика, вам интересны плюсы и минусы автомобилей, бывших в употреблении, то подписывайтесь на наш канал и поставьте этому видео лайк. Позже в 2005 году Несбит впарил почти такую же внешность автомобиля компании Chevrolet, которую назвали HHR. В общем, Ивана Грозного на него нет. Ты по что боярню обидел, смерт! Что по техничке, Chrysler Pity Cruiser, несмотря на экзотическую внешность, оказался достаточно популярной моделью в России. Комплектовался Pity Cruiser бензиновыми моторами объемами от 1,6 до 2,4 литра, а также дизельным агрегатом объемом 2,2 литра. Работают силовые агрегаты в паре с четырехступенчатыми АКПП 43 и 41 тыи, либо пятиступенчатой механикой GetRack. Реже встречаются трехступенчатые устаревшие автоматы АКПП А413. Итак, по очереди бензиновый EJD на 115 лошадиных сил. Это классическая рядная четверка объемом 1,6 литра. Расход бензина в смешанном цикле составляет 7,7 литра на 100 километров. Согласно отзывам владельцам Pity Cruiser 1,6 слабовато в плане динамики. Хорошая тяга ощущается, когда мотор раскручивается до 4500 оборотов в минуту. Хотя подобные испытания для мотора сопровождаются характерным ревом. Да и вообще, зачем мучить мотор? Для привода ГРМ используется цепь. И если либералы в очередной раз выйдут на улицу, я буду пиздить их цепями. Слабым местом 1,6 считается катушка зажигания. Время от времени отказывают и требуют замены. Изначально двигатель был известен как Tritec. Он использовался компанией Chrysler до 2007 года. Показал себя как надежный и долговечный. Главное вовремя его обслуживать. Бензиновый 2-литровый мотор Chrysler Pity Cruiser выдает 141 л.с. Блок цилиндров здесь выполнен из чугуна, а ГБЦ из алюминия. Ресурс составляет не менее 300 тысяч километров. Для его продления важно придерживаться следующих рекомендаций. Каждые 40-50 тысяч километров желательно менять топливный фильтр. Не реже, чем раз в 100 тысяч километров менять алюминий ГРМ, ролики и насос системы охлаждения. Chrysler Pity Cruiser комплектовался бензиновым мотором EDZ 2,4 литра мощностью 143 или 152 л.с. Такой же мотор стоит и на моей Волге, на Сайбере, о котором я рассказывал ранее. Обязательно посмотрите. И еще на уйме автомобилей. На Dodge, караваны Stratus, Chrysler Voyager и Sebring, Jeep Liberty и Wrangler. Этот мотор редко преподносит неприятные сюрпризы. К его недостаткам относит немалый расход топлива, около 14 литров на сотню в городском цикле и сложную компоновку подкапотного пространства, что усложняет замену расходников. На двигателе распределительные валы приводятся с зубчатым ремнем. В нижней части блока цилиндров установлены два чугунных балансирных вала с цепным приводом. На двигателе установлены гидрокомпенсаторы. Клапанная крышка на двигателе изготовлена из пластмасса. В целом двигатель 2,4 надежный, тихий, мощный и экономичный, но требует надлежащего ухода. И да, на нем, по идее, при обрыве ремня не должно загинать клапана. Турбированная версия Chrysler Pity Cruiser осначала с 2,4 литровым двигателем, который сначала выдавал 215, а начиная с 2006 года, 203,4 литра. Крассер Pity Cruiser GT разгонялся до 100 за 7,5 секунд. Его потрясающе, с учетом класса автомобиля динамика, имеет и обратную сторону. Речь идет о высоком расходе бензина до 20 литров на 100 километров в городском цикле. Как и другие турбированные агрегаты, нуждаются в своевременной замене масла. Конструктивно они схожи с мотором 2,4 без турбины. Но если частенько на таком наваливать, то и возраст машинки быстро даст о себе знать. И визит в сервис может быть быстрее, чем вы того ожидаете. Любите автомобили? Тогда мы в нашу группу Супер Авто Плюс Вконтакте. Тут много интересных видео и фото на автомобильную тематику. Вступайте. Дизельная версия Chrysler Pity Cruiser встречается в России редко и считается достаточно проблемным. Двигатель объемом 2,2 литра классический турбодизель от Мерседес. При больших пробегах вероятен выход из строя турбины двухмассового маховика. Проблемы доставляет и заслонки во впускном коллекторе. Преимуществом относит эластичность мотора, неплохую тягу, экономичность. Автоматическое трехтупенчатое КПП Chrysler впервые появилось в 1981 году. Он старый. Да, я стар. Но не бесполезен. К ее преимуществам относят правильно подобранные предаточные числа. Поэтому, несмотря на свою архаичность, АКПП-413 не оказывает негативное влияние на динамику и расход. Также трансмиссия надежна, долговечна. Ее ресурс составляет 300-400 тысяч километров. При солидном пробеге возможен износ сальников насоса, нарушение герметичности прокладок, поломка тормозной ленты и фрикционов. Преждевременным поломкам способствует интенсивное переключение динамической езды, перегрев. В зимнее время для продления ресурса А413 желательно прогревать перед поездками в течение хотя бы нескольких минут. Четырехступенчатые автоматические трансмиссии UltraDrive были разработаны для переднеприводных авто в далеком 1989 году. Конструкцию изначально внедрили электронику, которая управляла гидравликой и оптимизировала работу всех узлов. Эти АКПП без проблем ходят в течение долгих лет, но требуют замены масла каждые 30-40 тысяч километров. Плюс нужно следить за чистотой масла. Если оно загрязнилось, необходимо оценить исправность работы гидроцентформатора. Его своевременный ремонт убережет от лишних затрат. В салоне места достаточно, большие мягкие комбинированные кресла, кожа, ткань спереди и большой диван сзади. А также высокая крыша избавили нас, рослых людей, от дискомфорта в дальней поездке. Меня сейчас не видно, но мой рост метр девяносто. Вроде как рослый. Также радует оригинальная кассетная магнитола. Так что если у вас завалялись кассеты, их можно послушать в пяти. Руки вверх там или металлику. Просто там такую музыку не слушают. Она не настоящая. Где там? На войне. Руль, приборная панель и борода торпеды стоят преимущественно вертикально. Обзорность неплохая и почти видно край капота. Некоторые хозяева замечают, что маневренность у него не очень хорошая. Потому некоторые развороты приходится выполнять в дополнительные два-три движения. Отсюда возникает ощущение управления небольшим грузовичком. И что интересно, по одной из квалификационных систем пятиклюзер числится небольшим грузовиком. Эта система разработана в США. Так что теперь живите с этим. Багажный отсек небольшой, что стандартно для хэтчбэка. Как обычно, проблема решается, опустив задний ряд сидений. Но что интересно, задняя полка крайсер пятиклюзера имеет несколько положений для установки. Сверху и снизу в качестве столика. Очень необычное и полезное решение. Одним из минусом пятиклюзера является то, что все-таки в течение времени металл начинает гнить. И особенно это заметно на крышке багажника. Но это не критично. Тут скорее всего виной возраст автомобиля. А это в среднем 15 лет. Ну и подытожим. Крайсер пятиклюзер довольно большой, крупный хэтчбэк с необычной внешностью ретро автомобиля. Имеет обычные надежные моторы. Те, что без турбины, конечно же. Классические автоматы и механику. Так что, если вы хотите выделиться в потоке, имея довольно бюджетный автомобиль, то добро пожаловать в клуб. Но не забывайте про возраст автомобиля. Купить дрова, где уже положили автомат, мотор и подвеску, плевое дело. Потому будьте внимательны, чтобы не превратиться из владельца автомобиля в ретро стиле, в реставратора ретро автомобиля. Так что, покупайте правильные автомобили. Всем пока. Здравствуйте. Это передача Top Gear и его ведущий Джереми Кларсон. Хочу предложить вам подписаться на канал Александра Ржевского. Да, подписывайтесь на канал и ставьте этому видео лайк.